здравствуйте уважаемые телезрители любители спорта мы вновь на лыжном стадионе здесь сегодня проходит последняя гонка биатлонистов эстафета 4 по 7 с половиной километров дан старт 15 командам под 13 номером идет команда советского союза и на первом этапе выступает владимир аликин первый стартовый номер команда франции 2 японии 3 чехословакии 4 ты не на штатах америки 5 англии 6 швеции 7 финляндии 8 команда норвегии 9 италия 10 австрия 11 номер командой германской республики 12 номер аргентина 13 номер советского союза 14 фрг впереди аликин и дальше вся группа сегодняшнего сегодняшние эстафеты будет достаточно хорошо видно вам как будут стрелять участники и так юнг сейчас вышел немножко вперед вторым идет аликин и третьим скалник из команды чехословакии итак первый огневой рубеж напомню что если одна из мишеней останется целой то участник должен пройти дополнительный штрафной круг 150 метров длиной это примерно 35 40 секунд итак 11 номер команды гдр юнг пришел первым на стрельбище 13 номер команды советского союза великолепно стрелял матиас юнг и первым уходит на дистанцию дополнительный патрон берет аликин вторым после первого стрельбища уходит спортсмен федеративной республики германии владимир аликин закончил стрельбу без штрафных кругов и уходит с огневого рубежа и так идет матиас юнг неудачно он выступил в спринтерской гонке в гонке на 10 километров аликин сокращает разрыв сейчас его отделяет от лидера всего 12 секунд матиас юнг 19 лет чемпион мира среди юниоров прошлого сезона в этом году принимает участие в олимпийских игр в составе сборной команды гдр стартовал в гонке на 10 километров и вот на стрельбище подошел аликин каким нужно обладать спокойствием каким мужеством чтобы вот так стоя рядом наблюдать стрельбу своего соперника я как-то однажды спросил у них видите ли вы как стреляет ваш соперник и ребята мне сказали видим и слышим одна мишень осталась у аликина он закончил стрельбу а юнг еще продолжает и так владимир аликин уходят первым со второго огневого рубежа матиас юнг еще на стрельбище у него последняя мишень осталась дополнительные патроны закончил стрельбу и уходит на последний круг перед сменой этапа два с половиной километра примерно 25 27 секунд выиграл на этом огневом рубеже владимир аликин и имеет преимущество через несколько минут биатлонисты подойдут вновь на лыжный стадион и будет проходить смена этапа у нас на втором этапе будет стартовать александр тихонов вот вы видите владимир аликина он проходит по мостику над дорогой и уходит на последний вираж перед стадионом пока не видно матиаса юнга вот он появился 27 секунд преимущество владимир аликин и владимир аликин самый быстрый биатлонист нашей команде здесь прямо перед трибунами внизу под нашими комметаторскими кабинами вы видите как готовится к старту биатлонисты на втором этапе и вот приходит владимир аликин очень сильно он прошел свой этап заканчивает подталкивает александра тихонова и тот уходит на второй этап приближается к финишу матиас юнг на второй этап уходит клаус зиберт много раз за последние два года встречались между собой зиберт и тихонов но пожалуй больше предпочтение по итогам этих встреч можно отдать спортсмену гдр отлично выступает биатлонисты германской бенократической республики на последних чемпионатах мира но здесь гонки на 20 километров победителем стал анатолий алябьев спринтерской гонки на 10 километров владимир аликин и анатолий алябьев воевали серебряную и бронзовые награды это идет австриец хорн на второй этап и ходит франц вебер продолжается финиш участников первого этапа проходит смена команда англии 5 статуя номер вот посмотрите тихонов сейчас уже выходит на стрельбище поверить он в общем не спешит готовится к стрельбе из положения лежа для каждой команды определен свой огневой убеж стартовый номер нас 13 и поэтому к 13 13 мишени подъезжает александр тихонов и подошел клаус зибер тихонов уже готовится к стрельбе зибер только-только снимает винтовку 1 выстрел точно 2 точно отлично стрелял александр тихонов и уходит со стрельбища а у зибер то остается еще три мишени не пораженных 2 мимо это значит дополнительный патрон еще раз занервничал клаус зибер одна мишень у него осталось и остался один патрон после этого выстрела последний патрон дополнительный штрафной круг это значит дополнительно 35 секунд клаус зибер не выдержал напряжение гонки александр тихонов уже на дистанции а клаус зибер проходит здесь штрафной круг рядом со стрельбищем закончил стрельбу сантон французские бетлонисты достаточно хорошо проходит этап это уходит на дистанцию франц вебер из австрии клаус зибер на штрафном круге и вот только-только сейчас спортсмен из команды гдр уходит на дистанцию стреляет эстнер из команды фрг стартовый номер 14 это биатлонист из команды соединенных штатов америки нельсон ну вы наверное слышали как трибуны приветствовали его точную стрельбу и аплодисментами провожали его на второй круг еще два с половиной километра предстоит пройти биатлонистом и вновь они появятся здесь на стрельбище очень хорошо идет свой этап александр тихонов очень быстро александр тихонов отстрелял на огневом рубеже и сейчас высокой скоростью идет по дистанции эстафетные гонки как у лыжников так у биатлонистов всегда необычайно интересны необычайно драматично проходят казалось бы лидеры которые выигрывают спринтерскую гонку на 10 километров должны быть в группе сильнейших казалось бы победители должны выигрывать эстафетную гонку без всякого сомнения но именно в эстафете вдруг появляется коллектив команда которая имеет преимущество перед всеми и борт слева на ваших ранах и справа под десятым номером выбор команда австрии зиберт обходит выбора и пытается сократить разрыв пытается догнать тихонова преимущество александра тихонова сейчас одна минута 23 секунды вот на этом участке который мы только что видели с вами на экране французский пиатлонист сандон конечно психологически зиберту очень сложно сейчас у него главное стремление попытаться поднять скорость и догнать тихонова на дистанции но тогда он уставший приедет на придет на второй огневой рубеж и естественно это отразится на качестве стрельбы итальянские биатлонисты тоже самое находится в группе лидеров у ух у чехословацкого спортсмена я рамера самика оторвался очевидно ремень на винтовке и вот видите как он продолжает борьбу на этапе но он должен закончить гонку иначе команда сойдет с дистанции иначе команда прекратит борьбу и так александр тихонов подходит на стрельбище его преимущество сейчас 1 минута 20 секунд в общем можно спокойно вести стрельбу но это не в характере александр тихонова он мгновенно вы видели сбрасывает винтовку и так тихонов и 5 мишеней и 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 Появился на стрельбище Клаус Зиберт. Последний патрон и последняя мишень. Я только что хотел сказать, что если он не паразит, то ему придется пройти штрафной круг, но он точно отстрелял. А Зиберт сейчас на стрельбище. Первый выстрел был мимо. Значит, он будет брать дополнительный патрон. Второй раз промах. Точно. Рядом с Зибертом стоит спортсмен из Австрии, Франц Вебер. Слева на ваших кранах. Две мишени осталось у Клауса Зиберта. И еще один штрафной круг придется пройти Клаусу Зиберту, прежде чем он уйдет на дистанцию. Итак, преимущество Александра Тихонова возрастает. Но впереди еще два этапа. Четыре раза спортсмены будут появляться на огневом убеже. Впереди еще 15 километров борьбы. Четыре штрафных круга будет бежать Франц Вебер. Австрийская команда после этого огневого рубежа, очевидно, отойдет из группы лидеров. Александр Тихонов бежит к финишу. Конечно, теперь все понятно. Теперь ему нужно как можно быстрее пройти эти оставшиеся два с половиной километра до смены этапа. Как можно быстрее передать эстафету Владимиру Барнашову. По гонке, пожалуй, Клаус Зиберд идет быстрее Александра Тихонова. При выходе со стрельбища он проигрывал Тихонову после штрафного круга 1 минуту 26 секунд. Это результаты команд после первого этапа. Проходит Клаус Зиберд. Закончился второй этап. Закончился убедительной победой Александра Тихонова. Минуту и 26 секунд. Так он и сохранил отрыв от Клауса Зиберда от команды Германской Демократической Республики. Любопытно то, что на третье место вышла сейчас команда Чехословакии. Симоник стрелял очень точно на последнем огневом рубеже. А вот вы видите Франка Ульриха. Он на третьем этапе за команду Германской Демократической Республики. А Тихонов отправил на этап Владимира Барнашова. К сожалению, мы не смогли вам показать смену этапов. Что-то произошло в технике у американского телевидения. И мы не видели с вами, как проходила смена этапа. Несколько участников сейчас на дистанции. Они ведут борьбу за четвертое место. Это идет американец Дональд Нильсон. Команда ФРГ. И команда Франции. Итальянцы, они вышли одно время на третье место на одном из участков второго этапа. Но вот сейчас идут уже в конце группы. Сейчас, через несколько минут, здесь на стрельбище появится Владимир Барнашов. Посмотрим, в каком порядке придут сейчас спортсмены на первый огневой рубеж третьего этапа. Владимир Барнашов. Стрельба. Положите лежа. Ну, вам сейчас будет очень хорошо видно преимущество советской команды перед сборной Германской Демократической Республики. Пока не появился еще на стрельбище Франк Ульрих. Тринадцатый номер у нашей сборной. Тринадцатая решение. Два выстрела точно. Пять выстрелов, пять мишеней поражены. И Владимир Барнашов уходит на вторую часть своего этапа на вторые два с половиной километра. И вот только сейчас появляется Франк Ульрих. Давайте посмотрим, как он будет вести стрельбу. Спешит Ульрих. Он понимает, что преимущество советской команды достаточно велико. И в то же время, естественно, ему нужно очень точно и быстро отстрелять здесь на рубеже. Необычайно быстро стреляют спортсмены ГДР. Дополнительный патрон пришлось взять Ульриху. Закончил стрельбу. И сразу же быстро уходят со стрельбища. Подошел на стрельбище норвежский биатлонист. Сейчас в нашей комитетской кабине находится спортивный журналист Игорь Масленников. Он был на трибуне, разговаривал с тренерами. И я попрошу его поделиться своими впечатлениями. Всего несколько минут тому назад мы стали свидетелями довольно, если можно так сказать, символического события. Александр Кихонов сделал последний выстрел, сделал последние шаги по трассе. И это были последние шаги в его яркой, необыкновенно счастливой спортивной биографии. 5 марта в так называемом биатлонном городе, в Кирово-Чепецке, где очень любит этот вид спорта, Александр Кихонов поднимет флаг соревнований чемпионата Советского Союза. И тем самым скажет спорту спасибо и прощай. В Кирово-Чепецке уходит одна из самых ярких фигур советского, а может быть даже и мирового биатлона. В коллекции динамовцы из Новосибирска 17 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Это итог его выступления на чемпионатах мира и Олимпийских играх. И хочется надеяться, что сегодня к этой коллекции прибавится какая-то медаль за хорошее выступление в эстафете. С уходом Тихонова мы прощаемся с целой эпохой нашего биатлона. С эпохой Виктора Маматова, Владимира Гундерцева, других замечательных наших биатлонистов, которые счастливо, победно выступали на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Что же касается внутренней подоплеки событий, то они складываются довольно любопытно. Тренеры ГДР планировали нанести главный удар на втором и третьем этапе. Именно здесь бегут лидеры этой команды Удрих и Зиберт. Но, как вы видите, не все заладилось у Удриха, и наша команда сумела сделать небольшой отрыв. Теперь все будет решаться в поединке представителя ГДР Реша и нашего олимпийского чемпиона в индивидуальной гонке Алябьева. Барнашов спокойно подходит на стрельбище. Итак, последний огневой рубеж на его этапе. Медленно, немного готовится он к стрельбе. Ну, это и понятно. Во-первых, есть преимущество. Во-вторых, нужно провести стрельбу точно. Первый выстрел. Промах. Второй тоже. Подошел на стрельбище Франк Ульрих. Итак, последняя мишень у Барнашова. И последний патрон. Закончил стрельбу. Уходит на дистанцию, а Ульрих поразил только первую мишень. Вторую. Третью стреляет очень быстро. Две мишени остается у него непораженных и три патрона. Время идет. Две мишени и два патрона осталось у него. Последний выстрел. Закончил стрельбу. И бросается в погоню за Барнашовым. Разрыв сократился. И теперь Барнашов имеет преимущество примерно 45 секунд. Ведет стрельбу от Лирхус. Норвежский биатлонист. Лирхус берет дополнительные патроны. Заволновался норвежец. Никак не может поразить мишени. Не сумел все-таки отстрелять точно. И уходит на два штрафных круга. Норвежцы вышли на этом этапе на третье место. А сейчас посмотрим, кто лучше проведет стрельбу. Кари Саарелла. Это финский биатлонист стартовый номер седьмой. И биатлонист из ФРГ Анжера. Он закончил стрельбу и третьим уходит на дистанцию. Итак, команда ФРГ вновь восстанавливает свое место. И теперь уже третьими на дистанции. Закончил стрельбу и американский биатлонист. Вот вы видите его на ваших экранах. Это Дональд Нильсон. Уходит четвертым. Но вы понимаете, что на финише всей эстафеты будет складываться усилие всех четырех участников команды. Анатолий Алябьев ждет Барнашова. И вот Владимир Барнашов на стадионе проходит перед трибунами и передает эстафету олимпийскому чемпиону Анатолию Алябьеву. Подталкивает его и отправляет на последний этап. Результат нашей команды вы видите внизу. А наверху это бегущие цифры, которые обозначают преимущество советской сборной перед командой Германской Демократической Республики. Появился Ульрих. Сумел все-таки он отыграть 8 секунд. Теперь дуэль Анатолия Алябьева и Эберхарда Реша. Герд Винклер ждет из команды Федеративной Республики Германии. Реш уходит на дистанцию. Пожалуй, первые два места мы теперь можем назвать. Но кто из них будет первым на финише, сказать сейчас трудно. Так, Винклер уходит третьим на последнем этапе. И следом за ним Йоханссон из команды Норвегии. Преимущество совсем незначительное. Сразу три кончика приближается к финишу. Француз, американец и чехословацкие биатлонисты. Четвертый этап эстафеты биатлонистов 4 по 7,5 километров. Анатолий Алябьев, олимпийский чемпион в гонке на 20 километров здесь, в Лейк-Плессиде, выступает на последнем этапе за сборную команды Советского Союза. Его соперник Эберхард Рёш, команда Германской Демократической Республики. Эти две сборные имеют очень большое преимущество перед остальными соперниками. И вот вы видите, как Алябьев выходит на стрельбище. Отлично выступили на своих этапах Владимир Аликин. Александр Тихонов великолепно прошел свой этап, он шел на втором. Владимир Барнашов чуть-чуть похуже выступил, нежели его товарищи, но все-таки сумел сохранить преимущество сборной команды Советского Союза. И вот сейчас все зависит от того, как будет стрелять Анатолий Алябьев. Выходит на стрельбище и Эберхард Рёш. Преимущество Советской сборной 40 секунд. Мишень Алябьева номер 13, мишень Карёша номер 11. У Алябьева осталось две непораженные мишени. И он берет дополнительные патроны. Алябьев закончил стрельбу, уходит на дистанцию, а у Рёша еще одна мишень. Мимо и дополнительный патрон. Это идет время. Поразил. И мгновенно бросается в погоню за Анатолием Алябьевым. Первый огневой рубеж. Оба пиатлониста прошли хорошо. Чуть дольше стрелял Анатолий Алябьев. Быстрее это сделал Зьёш. Биатлонисты ГДР стреляют очень быстро. Ну, иногда и промахиваются. Вот что значит биатлонная эстафета, эстафета биатлонистов. Первый огневой рубеж. И преимущество нашей сборной сразу же сократилось. Всего 20 секунд у Анатолия Алябьева в запасе. Вместе приходят на стрельбище. Норвежец и Винклер из команды Федеративной Республики Германия. Но это еще ни о чем не говорит. Кто раньше уйдет со стрельбища? Винклер и Йоханссон. Идет борьба за третье место. А на дистанции Анатолий Алябьев. И следом за ним Эберхард Рёш. Напомню, преимущество Алябьева после первого рубежа было 20 секунд. Анатолий Алябьев на стрельбище и буквально через несколько минут здесь же появляется и Эберхард Рёш. Через несколько секунд. Алябьев подготовился к стрельбе. Напомню, тринадцатый и одиннадцатый щит. Два выстрела точно. Последняя мишень у Алябьева. Закончил стрельбу и уходит на последние два с половиной километра. Три мишени еще остается у Рёша. Дополнительные патроны. Рёш спешит. Еще один промах. Последний патрон. Но вы видите, осталась одна мишень непораженной. И Рёш уходит на штрафной круг. Теперь мы уже можем с уверенностью говорить о великолепной эстафете советской сборной. Конечно, если ничего не случится у Анатолия Алябьева на последних двух с половиной километрах. подошёл Герд Винклер. Команда ФРГ сейчас пока на третьем месте. И вышел на стрельбище Райна Сепанен. Команда Финляндии на четвёртом месте. Здесь начнётся дуэль между этими двумя биатлонистами. Кто из них быстрее стреляет, кто из них раньше уйдёт на дистанцию. «Борьба за бронзовые медали Олимпийских игр». Вы видите на экране наших специалистов, тренеров, туристов, которые то же самое с нетерпением ждут Анатолия Алябьева. Анатолий Алябьев проходит через мостик уже прямо перед стадионом. Вот сейчас он появляется перед трибунами и уже не спешит. Спокойно идёт на финиш. Вторая золотая медаль 13-х зимних Олимпийских игр у Анатолия Алябьева. В первый день, в первый старт биатлонистов он стал победителем в гонке на 20 километров, завоевал бронзовую медаль на дистанции 10 километров и вот сейчас победно завершает эстафету советской команды. Владимир Аликин, Александр Тихонов, Владимир Барнашов и Анатолий Алябьев. Чемпионы 13-х зимних Олимпийских игр. Ну, пожалуй, наверное, и мы вместе с вами, наверное, поздравим в первую очередь Александра Тихонова с этой победой. Это его четвертая золотая Олимпийская награда. Заканчивает гонку и Эберхард Тихонова. Наши биатлонисты бронзовые бронзовые награды завоевали спортсмены Федеративной Республики Германии.